так друзья драйв-шоу поехали сергей демидов виктор абрамян и к нам присоединяется эдгард запасный знаменитый дрессировщик на знаменитый артист цирка как можно так правильно будет потому что те люди которые ходили в цирк могут меня увидеть и на канате под куполом цирка и на лошади и как акробата поэтому здесь я многостаночник артист цирка эдгар ну повод сегодня более чем приятный да вот в начале недели только вернулся международного фестиваля циркового искусства из монако да и привез цирковой оскар можно так сказать потому что по масштабу мероприятие конечно сопоставимо расскажи пожалуйста что за номер во первых было не знаем что называется аттракцион среди хищников но судя по награде там что-то невообразимое творилось в сорок первый год подряд сорок первый раз на арене шапито фон виль в монако проходил международный цирковой фестиваль который освещается там более чем на 20 стран мира трансляция ведется все это патронирует княжеская семья принц альбер является учредителем принцесса стефани является председателем жюри это ну да и цирковые олимпийские игры с такой главной цирковой наградой золотым клоуном если ты являешься даже участником этого фестиваля это уже топовый артист если ты берешь одну из наград там золото серебро или бронза ну ты становишься частью частью истории цирковой культуры и здесь это уже неоспоримый неоспоримый факт мы с братом с хищниками приехали туда в первый раз я как участник приехал второй раз потому что ровно два года назад в составе наездников джигитов я уже принимал участие в этом фестивале ну а как директор цирка директор большого московского цирка вот уже пятый год подряд я ввожу туда ну самую большую представительную делегацию потому что во всем мире принято что китайцы всегда мощно заходят на любые вот такие цирковые форумы здесь здесь мы отбили позиции мы на протяжении пяти лет на всех международных цирковых фестивалей заняли занимали исключительно пьедестал и поэтому представители устроители монте-карло пригласили в этом году почти 60 человек это самая многочисленная труппа мы привезли свой оркестр мы привезли свой балет привезли значит свой манеж мы бы все привезли но у них все это есть вот и да мы выступили выступили очень удачно я как директор цирка естественно рад что акробаты с подкидными досками сергея трушина взяли высшую награду золотого клоуна золотого клоуна взяли они вы взяли серебряного мы взяли серебряного клоуна здесь знаете мы с братом как раз попали в то о чем я переживал больше всего в мире больше всего своей жизни простите пожалуйста потому что никогда не хотелось приехать на фестиваль там иметь 10 20 30 животных сколько угодно делать разнообразные трюки но вдруг выйдет какой-нибудь маленький лысый китайский мальчик лет восьми встанет на голову начнет джонглировать ногами 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 и зал вскочит и начнет ему хлопать и вот куда я тигру должен залезть чтобы чтобы след сказали запашенный крутой дрессировщик пасть как бы уже не пропасть пасть по пояс понимаете то есть и конечно сами воспитали себе очень серьезных конкурентов акробат им трушины на подкидной доске впервые в истории мирового цирка исполнили трюк четыре сальто мартали на одной ходу ли то есть вот ноги был связанного человека у него одна ходуль и он четыре раза в воздухе переворачивается с приземлением на вот эту ходу ли конечно это мировой рекорд абсолютно мировой рекорд и он еще не долетел до земли люди уже его стоя приветствовали здесь проиграть такому сопернику ну абсолютно не стыдно тем более это мои артисты эдгард но вы сейчас заговорили об этом мировом рекорде об этом очень сложном трюке но вы сам между прочим да насколько я понимаю в книге рекордов гиннесета три раза есть вот например с трюком на крупах лошадей да находитесь вы у вас на плечах две девушки вообще в этой связи вопрос вот за время исполнения номера сколько девушек пришлось поменять да если кто-то у нас смотрит трансляцию друзья по внимательней там у нас как раз фото это да это трюк называется как самая высокая колонна из людей стоящая на двух бегущих лошадях потому что книга рекордов гиннеса постоянно за собой оставляет соревновательный дух то есть мы первые кто этот сделал трюк но слово первый они не любят потому что первый и что дальше а вот если например взять колонну из четырех человек или из пяти то рекорд будет побит то есть пожалуйста ребята берите да соревнуйтесь но пока что то не получается ни у кого ну я думаю что да на несколько лет вперед может быть пару десятков мы опередили события потому что здесь ну во первых мне повезло очень серьезно с моими партнершами несмотря на то что колонну несу я и люди стоят на мне очень многое зависит от человека который это называется первый средний который стоит на мне потому что у девочки у александра блиновой задача такая устоять на человеке и затащить человека на себя при всем при этом она девочка потому что возьми туда двух двух громадных мужиков и это физически будет мне тяжело и тем более балансировать лошади бегут бегут неравномерно ноги работают совершенно по-разному ну такой рекорд установлен и мы в этом году должны были с этим трюком поехать в монте-карло но по ряду обстоятельств не смогли его привести так что может быть в одном из ближайших конкурсов мы сможем показать это эдгарт вычитали интересный факт ну давай признаемся что народ в первую очередь наверно тебя все таки знают как укротителя дрессировщика тигров так уж да совпало вот прочитаю что из всех тигров ты полностью доверяешь только одному как договорились с ним да вот расскажи как ты договорил может сходили в бар вместе может еще что то как вот так вот пришли к пониманию ребят есть животные которые мне кажется к нам приходят из космоса ну я очень образно это говорю но есть животные которые становятся твоими родными самое близкое время и доверять хищнику но это одна из больших глупостей человеческих но именно вот тигр мартин который вот у нас был много лет взрослый парень и умер уже в старости позволял мне ну заснуть с ним в одной клетке и знать что я проснусь это вот это это доверие высшей 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 степени один вопрос при каких обстоятельствах ты засыпал с тигром в клетке и зачем ну во первых мартин у меня вырос дома как и многие другие животные я таскаю их домой потому что есть кто-то кошечку приводит а ты да но все это происходит благодаря тому что мама например может отказаться от кормления собственного ребенка или травма какая-нибудь в детстве там лапу мог сломать там на него наступили родители всякое бывает гипсуешь и тащишь домой ухаживаешь вот но мартин прожил у меня до возраста одного года это уже чтобы вы понимали 100 килограмм тигр это взрослое животное и с находиться в домашних условиях с таким громадным тигром но это уже опасно но я видел что адекватный парень растет который отвечает мне взаимностью поэтому у нас с ним были особые отношения с ума сойти но еще один вопрос успею задать скажи просто есть различие между тиграми и тигрицей вот так кстати львы и львицы вот как вот девушки то есть может они ревнуют ты пошел в соседнюю клетку она уже ворота есть одно общее сходство сожрать могут идти и другие это важное сходство я хочу сказать мне кажется это самая большая беда для мужика когда женщина на тебя заточила зуб это не только тигрицы это и в принципе я и говорю девушки то есть эти ведут себя так же правильно понимаю абсолютно конечно потому что если если тигрица имеет вопросы к другому самцу самцы уступают вот так но джентльмен если вы заметили у нас одна тигрица в студии план тигренок в студии один у нас появился тани воронцова сейчас будем общаться в москве 19 30 ну здравствуй татьяна но здравствуй татьяна друзья здравствуйте еще раз пришла разбавить все вашу мужскую компанию заодно дополнить тему кошек ученые выяснили что любовь к кошкам или собакам то ли влияет то ли отражает уровень интеллекта человека но факты таковы кошатники умнее собаководов это показал тест на айкью пообщавшись с испытуемыми исследователи установили любители собак общительны и энергичны я смотрю на тебя сережа потому что знаю что ты любишь собак в то время как кошатники вот как мы с эдгаром нет нет я собачник собачник немного и кошатник все таки но если выбирать между двух зол я собачник в общем вы воплощаете в себе и то и другое потому что кошатники чувствительные и замкнуты и вот это кстати объясняет результаты теста на интеллект дело в том что вот пока вы гуляете со своими собаками общаетесь с людьми кошатник в это время сидит дома в тепле читает с барсиком книжки и стремительно умнеет ну а еще кстати британские ученые почитали что любители кошек могут на 10 лет пережить своих сверстников доживаю британские ученые так они следят за кошками они же очень любят заводить кошек вот небольшое животное генерирует сильное электромагнитное излучение такое случайное открытие как пишет кошка зашла в помещение где работали генераторы тока низкой частоты которые предназначены для лечения там всяких заболеваний и вот датчики зашкалили и плюс кошку приятно тискать это положительные эмоции они всегда помогают и так далее и тому подобное эдгар вот вы исходя из своего опыта и собачника и кошатника любителя крупных хищников можете вот это все как-то подтвердить или опровергнуть я вам это подтвержду подтвержу лет через 50 если черепаху купил я серьезно купил себе черепаху которая живет 170 лет которая переживет еще моих внуков правнуков но если кошка заставляет дома сидеть и не двигаться то уж черепаха тем более поэтому лет через 50 когда мне будет 90 мы с вами вернемся к этому интервью я буду безумно умный на тот момент мало двигающийся но долго проживший человек и наверное популяризирует черепаху как внуковую но все таки но здесь вот простите но здесь справедливости ради ну да действительно кошатники как что такое кошка кошка это эгоист кошка эгоист да собака собака это социально адаптированное животное которое проявляет любовь которые приучают тебя к дружбе к службе к доверию поэтому вот мне ближе по духу вот именно собаки и простите меня собачники так значит собаки это любовь а кошки это работа крупные кошки чем друзья помните о том что какого бы друга вы не выбрали это всегда хорошо кошки собаки а лучшие и тех и других танюша да кошечка наша так нам вернешься обязательно ровно через час расскажу кое-что очень интересное не пропустите продолжаем общаться с этом запасным и у нас тут вот заполнится вашими сообщениями ну давайте начнем с такого просто интересный приходилось ли эдгарду перевозить тигра в легком автомобиле были интересные истории животными в дороге спрашивает ирина наш слушать да приходилось и много раз но в легком автомобиле просто неудобно потому что ну ему там тесно поэтому я чаще использовал либо внедорожник и заднее пространство но как правило наше с братом передвижение с животным выглядит по-другому впереди едет грузопассажирская машина класса не знаю там газели вот такого а мы сзади с братом едем и был один случай когда в кирове мы ехали на съемку рекламы и нам подогнали ли это было жарко тентованную газель я посадил туда вот этого мартина и с ним села два ассистента и они удержали на поводке они сели в глубину машина а мартину как бы и я водителю сказал чтобы он не отрывался сильно и он видимо в последний момент это вспомнил и получилось что он на светофоре остановился он стал зебра полоса и я сзади с братом на внедорожнике вот так слежу за машиной чтобы ничего не случилось и вот идет поток людей и как-то я обратил внимание на одну девочку ну вот есть люди которым жизни не везет да это блана а да ну какая девочка лет 18 она идет вот так не вперед смотрит а почему-то вот смотрит на нашу на эту газель и проходит мимо и такой порыв ветра и там так на на секунду тент открывается и закрывается вот так и седая девочка и там ничего лишнего кроме морды нашего мартина вот такая рожа вот такая торчит и вот так раз раз закрылась в это время дается зеленый свет и машина уехала и я вижу ее состояние что она остановилась на зебре а у нее осознание то есть что она тигра видела только что она пытается крутиться вот так поворачивается а свидетелей других нету то есть никто этого больше не видел и я вот сижу вот так и гросс кот вот смотри ведь она же придет сегодня домой ведь она же будет говорить что она сегодня в центре кирова на зебре видела тигра вы который вылез из газели и ни одного свидетеля не газель в тигре а наоборот кто может подтвердить что это все реально вообще играть ты понимаешь какую травму человеку на всю жизнь нанесли ведь она будет сомневаться до конца своей жизни ну такие случаи как один раз я не знаю лет 10 12 назад когда еще не был узнаваемым остановил милиционер и он меня спросил что у вас что у вас в машине я грудь тигром да хорош тебе я говорю тигр открывай его я не буду открывать хочешь открывай вот он как открыл открыл потом раздался хлопок это милиционер преодолел звуковой барьер да потому что он отлетел от этой машины там опять мартин стоял но я знаю что мартин у него не было привычки там кидаться на людей он просто стоял и позировал какой он красивый очень забавно что только что про киров говорил эдгард и одна из слушателей написала мы с тобой виделись в кирове на зебре нет она не уточняет еще один вопрос а вот сап пришел пишет тигран не знаю зовут ли тигр тигран или просто тигран как попасть в вашу труппу ну есть несколько вариантов это прежде всего надо быть очень хорошим артистом в котором мы заинтересованы то есть что-то делать такое что цирк братьев запашных может заинтересовать как эксклюзивный материал что-то из ряда вон выходя еще второе но это попасть в один из кастингов время от времени мы объявляем кастинги акробатов там танцоров музыкантов и надо просто быть на острие атаки вот и все следить за за инстаграмом за соцсетях если это все-таки тигр тигран если тигр тигран то есть это уже взрослый прости парень шансов никаких а то есть только маленький да то мы маленьких берем потому что воспитываем да и тиграну трудно будет с другими уже выросшими животными они ему там жесткая дедовщина в общем все понятно да мои господа у нас тут тоже но не то что дедовщина но существуют определенные рамки и время к сожалению на исходе спасибо большое эдгард запашный жал нас в гостях артист цирка я лишился просто дар речи с эдгард запашный был в гостях ты полчаса с ним разговаривал но именно так да эдгар спасибо огромное спасибо сегодня к нам было очень интересно я надеюсь что нашим слушателям тоже было интересно и удачи